Я всегда учу, не задавайтесь вопросом, какое мое призвание. Задавайтесь вопросом, что я могу сделать, чтобы осчастливить стоящего ряда человека. Вы умеете и пахать, и молотить, и доить, наверное, сможете организовать. Я умею доить, как бы это ни было. И сможете сыр сделать, и масло сделать. Да, сто процентов. Вы хотите быть элитем? Вы хотите заевать вселенную? Научитесь застелить свою кровать, правильно? То есть, получается, самый короткий путь не думать о себе. У нас в гостях пастор-епископ, служитель с 15 лет, Николай Залуцкий, успешный муж, успешный отец. Это, наверное, все равно самое главное, то, что согревает сердце, то, что согревает душу. Вы находитесь в зените вашего шестого десятка жизней. И с этой высоты мне бы очень хотелось, чтобы в этом личном разговоре наши, те, кто смотрят эту программу, это общение наши зрители, чтобы они могли почерпнуть те золотые зерна истины, которые вы постигли для себя, которыми вы готовы поделиться. И хочется спросить вас, как вы в свои неполные 60 лет определяете успех? Как вы понимаете, что такое призвание? Чему вы наставляете, учите других людей, молодежь и даже взрослых людей, которые уже, может быть, кто-то убеленный сединами, приходят к Богу и переосмысляют свою жизнь? – Спасибо. Ну, что сказать об успехе? Это действительно определение для каждого свое. И, наверное, много есть различных определений успеха. Для меня успех, прежде всего, это такой глубокий мир и, наверное, глубокий покой в сердце. Вот кто-то сказал, если ты спокойно ложишься и спишь, и спокойно встаешь, и спокойно смотришь в завтрашний день, ты успешный. – То есть это не расслабленный, но это глубочайший мир, удовлетворенность. Это глубочайший мир, покой, удовлетворенность, приносящая тебе, наверное, в какой-то мере осуществленная уже, а в какой-то мере осуществляемая мечта. – Вдохновение к следующему дню. – Да, потому что наша мечта, которую мы осуществляем или приближаем, осуществляя ее, она дает глубочайший покой и удовлетворение. Вот это, мне кажется, самое главное. То есть, другими словами сказать, что человеку приносит мне глубочайшее удовлетворение от того, что я делаю в моем призвании, скажем, или в моей жизни. Если оно становится обузой какой-то бремени, приносящим какую-то депрессию, какие-то тупики, из которых ты не знаешь, как найти выход, тогда, конечно, о никаком успехе разговор не идет. Вот я считаю, что успех вот именно для меня вот такой. – А в чем ваше призвание тогда? Когда вы его осознали? Как это выкристаллизовалось у вас? – Вот много раз встречаю в жизни. Встречаю людей. Как найти призвать? Помолитесь. Пусть Бог скажет. Пусть Господь откроется. И люди сидят десятилетиями и в церкви, и в жизни, и так и ничего не делают. Ждут. Вот я учу молодежь где-то на конференциях. У нас там апгрейд походит конференция сильная, молодежная. Я всегда учу. Не задавайтесь вопросом, какое мое призвание. Задавайтесь вопросом, что я могу сделать, чтобы осчастливить стоящего ряда человека. – То есть, получается, самый короткий путь – не думать о себе. – Да, самый короткий путь. Не думать, о, я там сейчас в призвании буду. Вот мне Бог скажет с небес, проговорит голос, что я должен делать, идти за кафедру проповедовать. – Иди, приготовлю путь перед тобой. – Да, иди, приготовлю, здесь там ковер тебе выстилю, и ты уже будешь такой в призвании весь такой великий. – Вот призвание – это сделать кого-то счастливым. Вот найти нужду и удовлетворить ее. Любую нужду. Вот надо детям помочь в церкви, в детском служении – иди, помоги. – А, это не мое. А, пусть просто… – Нет, это не мое. – Ну, иди в молитвенную, ходатайственную группу – ну, это тоже не мое. – А что, иди, играй на гитаре. – Ну, я не умею играть. Сядь, научись. – Убери технику после служения. – Да, возьми, пожалуйста, да, убери провода, помоги, микрофон нанеси. – Да надо, положи правильно, чтобы он не упал, не разбился, и так дальше. То есть, я вот говорю, хотите войти в свое призвание, сегодня начните делать все, что вы можете, то, что вы видите. Видишь, валяется там фантик от конфеты, ребенок бросил. Да, есть уборщица, которая может, или уборщик, которая может убрать. Но ты видишь это, ты идешь в церкви, ты видишь это, нагнись, возьми, занеси в мусорник. Все. Как сказала мать Тереза, да, вы хотите завоевать весь мир? Идите домой и любите свою семью. Просто. Или один из генералов, министр обороны бывшей Америки, я не помню сейчас его имя, да, он сказал, вы хотите быть великим, вы хотите завоевать Вселенную? Научитесь застелить свою кровать правильно. – Это, кстати, очень сильно. – Это сильно, его вообще все выступление сильно, вот забыл. А вот это вот, с чего начинается призвание? С самого незначительного маленького служения. Вот я таким был. И когда для меня была огромная радость, знаешь, вот однажды, я все время с чувством зависти смотрел на дьяконов, которые разносили чашу во время вечерей Господней. Я так хотел, а мне нельзя, я еще… – По статусу еще не вышел, не возрастал. – Я не дьякон, я не принял еще в одно крещение, я еще, ну, подсаненок. – Подростком был, да? – Подростком был, когда я был еще в Пятидесятской церкви нашей, там на Украине, нашей отцовской церкви, да, я вырос. И вот один раз, я уже принял водное крещение, год, наверное, больше прошел, но я каждый раз вот с детства, вот сколько было, и один раз даже папа меня пожурил, сильно пожурил. Почему? Потому что я пришел, ну, когда было там служение, в четверг мы не ходили на служение, дети, мы ходили по воскресеньям. А в четверг были дома, и обязательно, когда идет служение, дома ты должен был открыть Библию со всеми детьми, кто оставался, и читать Библию, и молиться. Вместе быть в духе с церковью. И я все время вот с завистью смотрел, вот они, вот бы мне разнести вечерю, послужить вот людям, приходишь в благовивении. Один раз, и вот прошло время, о чем я хотел сказать, и дома вот я один раз взял чашу, ну, такой, там фужеров не было, стакан. Вот, потому что мы вина не пили, у нас с фужерой не было. Ну, сейчас есть, мы сок пьем с фужерой, но, тем не менее. Я в стакан налил компот из вишни красной, и хлеб поломал, и сделал хлебопреломление дома. С моими братьями меньшими, и сестрами было пять еще, да. И отец узнал, ну, ругал, он посчитал, что немножко святотатство типа такое, что, ну, как так можно, да, это же святое дело, да. И вот однажды я принял водное уже крещение, уже член церкви. То есть начал входить потихоньку в призвание, начал что-то делать для младших своих. Да, мы всегда делали посещение, например, в посещение ехать. Мы 15 лет, мы ехали в посещение в деревню, там бабушки, и мы там пели песни. А кто-то старший уже из молодежи там проповедовал. А мы пели песни, я играл на гитаре. А, это каждое воскресенье. Вы навещали пожилых людей? Да, пожилых людей в деревнях. Там вот 30 километров от города, там 50 километров, 20 километров, ну, в зависимости от деревень, от их расположения, да. И вот мы туда приезжали, проводили собрание, мини-собрание, там с одной проповедью, ну, песни, проповедь, молитва. А когда умирали там бабушки где-то, то мы ехали туда на похороны. И меня даже называли похоронным бюро, потому что я всегда был на похоронах. Всегда, вот кто где не умер, я был на похоронах. Почему? Это с 15-16 лет. Да, почему? Потому что на похоронах ты можешь проповедовать, потому что там некому больше. И я приезжал, надо могилу копать, копали могилу. Сами копали, сами хоронили, сами закапывали, сами делали. Груто подростков, молодежное служение. Вот так, все, с радостью, с радостью, вот ты идешь, делаешь с радостью. Там столбик этот ставишь с табличкой, что крестов не ставили, а такой столбик с табличкой, там блаженный мертвый умирающий, господи, вот разные вещи. Потом в больницу. Кто пойдет в больницу? Папа говорил, то надо пойти. Все, я бежал в больницу, занести, посетить кого-то. То считалось бы Христа самого посетить. Ну, Матфея, 25 глава, да? Когда я был в больнице? Когда мы тебя видели? А вот кому ты сделал малому? Вот что ты сделал малому из всех? Вот где надо состояться в жизни. Вот где твой успех. Когда ты делаешь, вот когда ты поднимаешь вот эту бумажку, я один раз был в Америке. И иду на служение утром. И парочка молодая такая вышла, такие голубки, только видимо поженились, там идут, обнялись, там за талией он и обнял, прижимают себе, идут в церковь. Вышли на тротуар, и там ребенок бросил фантик от конфеты. И этот парень вот обнимал девочку свою, ну, жену свою. Вот он, ну, как бы снял руку с своей стали и нагнулся, взял бумажку, подошел и в урну при входе в церковь выбросил. Меня так это зацепило. Я подошел к нему и сказал, извините, пожалуйста, хочу пожать ваши руки. Спасибо за вас. Из-за таких, как вы, эта церковь будет процветать. Да. Вот это успех, да? Да, вот это успех. Вот это успешный человек. Вот это успех. Все. Неравнодушный, неленивый. Вот это успех, да. Ты мог бы пройти мимо. Тебе ничего не нужно. Ты мог бы пройти мимо, но ты это сделал. Почему? Потому что это, вот это успех. Вот это твое служение, это то, это твоя страсть. Страсть, это твое отношение, это твое желание сделать лучше. Да. Плохо, а я сделаю лучше. Вот это ядро, да, такое? Да, вот это как раз ключ. И ты что можешь делать? Хоть на похорон, давай на похорон. Ну, сейчас там бюро похорона, все другое. В принципе, я как бы образно говорю, да? Ты можешь все, что угодно делать в Доме Господнем. Вот как, и ты сказала сейчас, там шнуры собери, если надо, поменяй где-то что-то. Вот надо помочь нам задекорировать что-нибудь там на Рождество и так дальше. Приди, помоги, просто волонтерам. Не надо ни о чем думать. Знаете, я вот сейчас подумала о том, что тоже меня радует, я даже не знаю как, вот, например, что мои сыновья могут взять пылесос и пропылесосить в Доме, например. Хотя, ну, там, вот в каких-то семьях это может казаться таким, ну, вот мужчина, например, если он зарабатывает, то все, как бы, дом полностью на жене. Да, да, да. Вот этот подход как раз, что человек может помочь ближнему, другому, что он не ставит таких преград. Вот именно, вот именно. Это делает и семейной жизни успех. Да, это во всем. Вот ты служишь жене, ты можешь ей завтрак сделать в субботу, кофе принести в постель. Почему нет? Я это делаю. Ну, я не хвалюсь, но делаю. Я реально делаю часто завтраки. И я вот в интернете смотрю, там даже я научился соус голонез сделать, я научился делать яйцо по шалфе, я научился делать там разные серьезные... Продолжайте развиваться как домашний повар. Да, да, ну, я, во-первых, хотел быть поваром. Я же поступил на повара, да. Да, в итоге. Да, ну, как бы в свое время, но там было 29 девочек и один я, и я что-то... Вот, а там меня даже почти приняли, как сектанта даже. А вы даже сказали вот в частной беседе, что вы и умеете и пахать, и молотить, и доить, наверное, сможете организовать. Да, умею доить корову, как бы это ни было. И сможете сыр сделать, и масло сделать. Сто процентов масло делал, вот маслобойка была такая, с прорезами такими, нужно было два часа взбивать, в маслянка такая была, как бы, ну... Емкость такая, да? Да, емкость, да. Ну, как, типа, как ведро, но она была высокая. Вот ты сидел, два часа взбивал вот эти сливки. А с какого возраста вы так взбивали? Ой, я даже не знаю, я... Сколько себя помню. Сколько себя помню в детстве, потому что у нас были коровы, я говорю, свиньи, лошади, сюда. Мы это все делали, вареники лепили по 300 штук. Ну, что такое семья? Семья 12 человек детей. Я 300 слепил, и сестра слепила 300 вареников на перегонки, да. То есть, вот я считаю, Виктория, я считаю, что человек состоится, когда у него, вот есть, как мы говорили раньше с вами, когда он имеет трудолюбие внутри себя как черту, неотъемлемую черту характера. Его становление и самого характера, и вот и успеха приходящего, зависит от его желания трудиться. Неравнодушности, да, вот это сердце, это отношения, да, и вот те навыки, наверное, это действительно... Да, и я переехал в Ригу, вот тоже, да, вот шаг за шагом мы там делали, потом я начал проповедовать, давали мне проповедовать. И вот, расскажу, да. И вот когда было, значит, вот один раз, я уже принял водное крещение, еще мне 17 лет, я еще перед армией, но уже принял водное крещение, подходит пресс-фитер в хлебопроломление. Обычное хребопроломление в первое воскресенье месяце было у нас. И вот он подходит ко мне, а тут я не знаю, ну, это бог тоже, в этом всем бог, потому что вот частички складываются, вот эти пазлы, и получается потом картина, конечно. И вот он подходит и говорит, Коля, сегодня диакон заболел один, я попрошу тебя разнести чашу. Это сколько вам было? 17? Да. Когда он мне это сказал, у меня внутренность затрепетала, как, мне кажется, Мария, получившая известие от ангела на рожайский вечер. Вам ликовал, да? Возликовал внутри такой дух. Я думаю, вау, вот это да! Я, конечно, это, прости господи, но так благодарен был, что этот диакон заболел, понимаешь? Что хорошо. Ну, он выздоровел нормально, но вот этот момент. Вот о чем я хочу сказать. Вот есть внутренний трепет от того, что ты можешь сделать что-то, что принесет благословение и что принесет, или осчастливить, как я сказал, другого. Если вот это есть, все, я гарантирую вам, что этот человек неотъемлемо будет успешен в жизни. Я помню, что для меня это был такой, я же из неверующей семьи, я помню, что я, анализируя свое сердце, я понимала, что вот что не делаю, мне все не нравится. Ну как, я делаю, но удовлетворение от того, что я делаю, оно гораздо меньше, да, чем там результат или вообще что, что бы то ни было. И я помню, я в первый раз поразилась, когда я молилась, ну вот я была тоже крещена Святым Духом, я молюсь, я понимаю, ну нас учили, там, что вот ты молишься до ответа, там, до получения результата. Я молюсь, там, о своих родных, о семье, я еще не вижу результата. Но радость от этого процесса, от часов, от дней, она является для меня уже наградой вот в этом движении. И я так удивляюсь, что я ничего грандиозного не сделала, я ничего не произвела, я еще не могу предъявить явного чего-то миру. Но внутри меня есть награда вот этой радости, что ты движешься правильно, то есть восполнение. То, с чего мы начали, что этот человек, который живет в мире, и его нужды как бы восполнены, и у него есть это вдохновение, внутреннее удовлетворение. Да, внутреннее удовлетворение, что он делает что-то, что меняет все, даже самое маленькое. Вот эту постель, вот эту кровать там, или вот эту семью твою, которую ты любишь. И вот как вы сказали, что это и не только в личной жизни, это отражается и в семье, и на детях, и на друзьях, и на гостеприимстве, и на церкви в целом. То есть все области твоей жизни, ну, например, ты в компании работаешь. Ты же можешь работать просто работать, а ты можешь сделать так, чтобы компания стала лучше. Вот ты можешь зайти в туалет, свет включить, выйти и не выключить. Компания платит, а ты можешь выключить. Вы знаете, я слышала чудесное свидетельство от одного пастора, как раз молодой парень, и у него было такое тяжёлое прошлое. И когда он прошёл это внутреннее преображение, внешне это никак не отразилось. Он в таком депрессивном районе жил, в депрессивном городе, работал там где-то помощником десятого менеджера, но его руководство стало замечать, что когда к нему приходят клиенты, они у них остаются. Он стал приносить успех своей компании. И потом, когда он хотел уйти, его просили остаться, его там обещали повышать и так далее. Потому что вот это внутреннее наполнение сердца, вот эта его установка, она приносила благословение явное. Вспомнил важный момент. Я знаю одного человека, его Николай зовут, он в коме республики живёт. Он был бомж, просто потерянный. Лежал на остановке, и его нашёл человек верующий. Я знаю его, Андрей его зовут, он в Минске живёт. Но они там были то ли в командировке, проездом буквально. Да, да, в городе, и вот нашли его. И он его так поднял и говорит, как тебя зовут? Он говорит, Николай. Он говорит, Николай, ты хочешь достигнуть успеха? Ты хочешь изменить свою жизнь? Он говорит, да. Я говорю, сейчас тебе запишу на бумагу несколько вопросов, несколько пунктов, исполни их. И он ему записал, по-моему, 9 пунктов. Ну, я всех сейчас не помню, но он ему сказал, встань там, умойся каждый день. Второе, найди работу. Третье, там, ну, 9, да, разных таких вещей, 9 штук. 9 как бы пунктов. И он, к удивлению, начал делать. Пришёл в магазин и говорит, возьмите меня хоть дворнику. А директор говорит, ты что, ты посмотри на себя, какой ты дворник. Мы тебе вообще, иди отсюда. Он в другой магазин, в третий. Никто не берёт. Он взял метлу, нашёл. И начал... Вау, вот это, вот это, да. Я вам говорю, это правда. Это нестандартное решение. Да, он взял метлу, нашёл. И просто бесплатно начал подметать вокруг магазина. Один день, второй. А там был какой-то дворник, но такой запивал постоянно. Его никогда не было. Ругал его этот директор и всё прочее. Директор смотрит этого магазина. Что творится? Нет, он говорит, а что так чисто? Кто убирает? Там какая-то женщина на кадре. Какой-то придурок. Без денег, без ничего. Кто его знает? Что за мужик? Говорит, приходит в пять утра, подметёт нас тут всё и уходит. Он говорит, позови его. Он говорит, а он тот же самый, который приходил к нему, и он его выгнал. Слушай, говорит, извини, беру тебя на работу. Он взял его дворнику. Потом он взял его заведующим складом. Вот так? Да, потом, сначала он взял его там на полке раскладывать, ну вот как в супермаркетах, раскладывать его на полке. Потом он взял его заведующим складом. Потом он сделал его своим помощником. Потом он покаялся. Потом он пришёл в церковь. Сейчас он депутат собрания Коми Республики. Вот это. Да, народного собрания. Вот это просто, вот реально, да. Я лично, персонально знаю. И он там и бизнесом занимался, и очень стал успешным. И жену возвратил, с которой она с ней развялась, потому что он начал образ такой жизни, да, и так дальше. Вот в чём успех. Стань и застели свою кровать. Начни с малого. Не жди пока. Вот это то же самое. Ты хочешь быть благословенным, начни благословлять. С маленького. Начни что-то делать. Начни людям творить добро. Начни бедным творить добро. Маленькое, самое маленькое. Начни с малого. Я вчера проповедовал в Мурманске. Кто-то сказал, если ты хочешь достигнуть чего-то великого и стать успешным и знаменитым, начни с самого маленького. Потому что большие вещи начинаются с мелочей. Я хочу вас попросить сейчас так вкратце перечислить то, к чему вы пришли. Потому что начали вы точно так же, даже, может быть, где-то с уровня минус один, как многие люди, те, которые жили в то время, которым сказано, не дай вам Бог жить в эпоху перемен. Вы как раз в это время поменяли страну. Вы только что поженились. И с молодой женой, вообще без копейки, может быть, для души, приехали на миссию в Россию. И не в Москву, а в Скол. Да, да, да. В небольшой провинциальный город, где не было вообще ни работы у людей. Тоже депрессивная такая обстановка. И вот вы сказали, что вы начали служить практически с 15 лет. Да. Вот сейчас вы движетесь к своему 60-летнему рубежу. Да, да. Что за вашими плечами? Во что выросло ваше служение, начиная с Пскова? Ой, это много. Это реально много. Вы стали пастором. Вы родили четверых деток. Я родил четверых деток. Я стал сразу старшим пастором церкви. Я стал епископом Псковской области. Потом с 2002 года я стал епископом в Северо-Западном федеральном округе над 10 регионами. Здесь у нас более 200 церквей. Потом я стал сразу же и первым заместителем, начальствующим епископом Российской церкви. И вот уже я до тех пор, не знаю какой срок, уже сколько лет, вот 18 лет, являюсь в служении епископа. И с 2009 года первым заместителем начальствующего епископа я также возглавляю отдел международных отношений Российской церкви. Говорю по-английски. Просто выучил английский язык. Если ты хочешь, можешь сесть и выучить. Объехали 50 стран, вы сказали? Объехали больше даже. Я думаю, больше чем 50. А какие самые экзотические? Страны? Да. Ой, я был в Италии, в Испании, ну всю Европу. Ну это крупная, да. А что такое необычное? В необычном. В Африке я не был, может, необычно. Объехал всю Америку, 44, наверное, штата. Был в Канаде, был в Гонконге, был в Таиланде, был в Китае, был в Сингапуре, был в Индонезии, был в Малайзии. А где вы были? Нет в таких городах? Нет, нет. Я в Китае был не на служении, а вот в Гонконге я встречался с отцами церкви, гонимой в Китае. У меня даже есть кольцо завета, любви и молитвы между нашими странами, вот, так как я даже возглавляю международный отдел, да. Никогда не ожидал и не думал, да. Я в Гонконге. Особенно переезжая в Псков 20 лет. Переезжая в Псков и имея даже, знаешь, имея даже за спиной, наверное, вот этот все-таки такой, ну, момент... Опыт жизни, да, травли в Советском Союзе? Да, вот эту обреченность вот этой такой, что ты никогда ничего не достигнешь и никогда ничего у тебя не будет, у тебя нет ни образования, у тебя нет ничего. Да, да, я же, как и есть, почетный доктор богословия университета веры во Флориде, в Америке, да, имею вот диплом, да, и также возглавляю молодежный совет. Сейчас Российской Церкви являюсь координатором молодежного совета. У нас есть молодежь, где все координаторы молодежного служения всей Российской Церкви. Вот, я с ними провожу встречи, беседы, выявляю искусственных людей, поддерживаю их, как-то, ну, вдохновляю и так дальше. То есть, ну, это большая работа, да. Являюсь членом правления Российской Церкви, являюсь членом совета епископов Российской Церкви. Не перечислить всего, да, сложно, да. Поэтому деятельность распространяется на многие страны и континенты, поэтому... Знаете, хочу вас попросить поделиться историей, как бы, искушений в вашей жизни. Я понимаю, что их было гораздо больше, но мне кажется, что вот с такой незаурядной жизнью, незаурядным призванием приходят незаурядные испытания. Вот какими вы, помимо такой прямой угрозы вашей жизни... Да, я вот делился, да, вот тем, что как Бог нас вернул с Америки в Россию, это было грандиозно очень, конечно. Это было, ну, как грандиозно, я имею в виду большим таким испытанием и, наверное, большой переоценкой ценностей жизни в целом. Да, ну, это в прошлой беседе мы с вами разгарли об этом. Да, было много вызовов различных, я даже, ну, там, с отцами мафии встречался в городе. В Томскове? Да, они меня приглашали поговорить о десятине и поговорить о взносах. Ну, тогда все же контролировалось разными всякими вещами. Ну, там, да, был вопрос, да, да, как бы связан нам с куплей здания, и оказалось, что это, как бы, человек от них или там их должник продавал нам здание наше, вот церковное здание, которое мы приобрели сейчас и так дальше, да. И это было тоже, ну, вызовом и потрясением таким сильным, потому что я не знал, что делать. Потому что обычно, когда встречались там с такими, то уже живыми не возвращались, в принципе, да. Я даже попрощался со своей женой, ну, да, это честно абсолютно, попрощался, и мы там плакали вдвоем вместе, обнялись, и я уехал, потому что, ну, сказали приехать. Я там одел, что самое лучшее имел, и пальто такое у меня там было, и, да, но Бог удивительным образом благословил, удивительным образом выводит. И с разных обстоятельств жизни, вот я помню в 2001 или 2002 году, да, в 2002 году, вот я пришел в служение, мы там еще арендовали дом культуры для служения, и два человека сидит. Два человека, одетые такие все, ну, видно, что богатые люди, говорили по-английски, по-русски нет, и на первой скамейке я проповедовал, они отсидели все собрание, а потом подошли ко мне и сказали, ты пастор, да, пастор, нам надо поговорить. Где у вас здесь лучший ресторан? Бери свою жену, а у нас был один там ресторан еще. Большого выбора не было. Большого выбора не было, только один. И мы вот туда поехали, гостиница Рыжская, там был такой ресторанчик, и мы вот там с ними сели за стол, они там со всего смеются, все унижают, уничижают. Вот вижу, что с таким особенным сарказмом и, да, с таким пренебрежением каким-то на все это смотрят, потом говорят, ты хочешь изменить свою жизнь? А, ну типа они демонстрировали, насколько как бы убогая жизнь, да, покажи, да, потом они говорили, покажи нам твою квартиру, смотри, где ты живешь, там, я не стал показывать, что мы снимали комнату, там нечего, не то, что показывать, там самому не хотелось особо, да, да. И вот мы вот сидим за столом, я, моя супруга Лена, и их двое напротив, и он вдруг вынимает банковскую карту, ложит против меня и говорит, здесь 40 миллионов долларов для вас. Я вздрогнул, я, ну что угодно мог там ожидать, но нету, потому что, как 40 миллионов? 40 миллионов долларов вот здесь для тебя. Это, ну, такой первичный взнос условия. Ты должен отказаться от Христа, перестать проповедовать Евангелие, закрыть и распустить церкви здесь, и мы сделаем тебя самым знаменитым человеком в Америке. Вообще по всему лицу земли. Они американцы, они сказали, они приехали из Америки, и мы тебе сделаем. Там US Today будет печатать вашу фотографию на первой странице в течение года каждый день. Мы, ну, мы, 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 просто мы вот все. Купишь этот город себе. Что ты делаешь? Купишь город. Кажется, как будто из кино, что это нереальные ребята. Да, я сижу, мы сидим, я опешил вообще. Во-первых, 40 миллионов долларов что-то такое, да, вот. Не помещается нули в голове. Да, вот, я, ну, я аж прямо аж застыл. И я чувствую, вот, абсолютно чувствую, что вот дьявол сидит, предлагает сделку. Вот я, не они, а вот реально дьявол сидит и предлагает сделку. Потому что мои отцы в тюрьме отсидели. И дьявол приходит ко мне, к наследнику, и предлагает сделку. Ты откажись от наследства. Ты откажись от наследия, которое у тебя есть в отцах, в дедах, которое есть у тебя в братстве. Откажись от наследия, которое есть у тебя во Христе. И возьми 40 миллионов. Я уже говорил, вот, разговаривая с детьми, здесь как-то, и говорю, что вот дьявол работает временным, он искушает временным. Вот Иисус, да, он искушает его. Ты голоден? Да, и вот, возьми. Вот сейчас ты же, так же, да. Да, возьми сейчас, поешь, и все будет нормально. Только вот сделай так, как я тебе скажу. А ты, ну, ты же, любой человек хочет славы, раз, на крыло храма, возьми вот это. Хочет решить проблемы. Хочешь, все решишь. Никаких вопросов у тебя не будет. 40 миллионов долларов, это так, начало. Ты будешь летать на своем джете-самолете, ты будешь, ну, жить роскошно, просто. Ни в чем не будешь жить. Ни в чем, только чуть-чуть. Вот, лишись первородства. Отретись от Христа и закрой церковь. Главное, распусти церковь. Все, закрой, распустишь, говорит, здесь нет. Вау. Честно говоря, это было... И не торопись. Не торопись. Вот не говори, нет, с пылу, жару можешь сказать, нет, потому что ты герой. Ты подумай, 40 миллионов долларов, не рублей. И все, и мы ушли. Разошлись, и он дал мне эту карту. Я с этой карты хожу. Вау, взяли карту, да. Да, и это было воскресенье после служения. Потом они там остановились в этой гостинице. Они переночевали ночь. И потом, покажи нам город. Я там ездил. Машина у меня была, они-то подошли. Это машина? Твоя машина? Это твоя машина? Ну, да, моя. Ну, моя. Посадил их на нее. Хохочут там. Все унижают. Все. Так показать, что ну... Давай, парень, сдавайся. Это не жизнь. Это не жизнь. И я так терзаюсь. Как терзаюсь? Ну, внутри понимаю. Это же сражение. А вдруг столкнулись какие-то, да? Это сражение. Все равно внутреннее сражение, потому что ты никогда не имел денег. Да. Ну, я никогда не имел особо денег. И до сих пор 40 миллионов. И до сих пор нету 40 миллионов. Даже миллиона нет. Да, но вот этот момент такой, внутренне ты понимаешь, что есть где-то внутри понимание явное, абсолютное, четкое откровение. Не только откровение, но и состояние, что, ну, Господь. Все и во всем. А внешний фактор. Есть это внутреннее сокровище, да? Да, есть внутреннее сокровище, которое находится под давлением вот этого внешнего восприятия. Да. Потому что ты внешне понимаешь, что 40 миллионов долларов это что-то есть. По-любому. И вот это сражение. Это борьба. И можно сказать, что да, ты такой сильный веришь, что там миллионы долларов тебе, да ладно. Даже не буду рассматривать никогда. Да, ерунда, да. А долго длилась ваша борьба? Три дня. Три дня. Да, это понедельник и во вторник. Да, нет. Да, далеко не Христа. И во вторник утром. И я имею в виду, когда он умер и воскрес. Ну да. Да, аминь. В очереднике. Да, это на третий день утром, и мы завтракаем с Леной и должны уже встречаться с ними. Угу. И Лена говорит, Коль, прогони их. Просто прогони, отдай им эту карточку банковскую. Отдай и прогони их. Просто прогони их, и давай забудем это все. Как сон просто. Я реально, и вот, как она сказала, только решение пришло. Просто вот как кто-то отрезал, отсекло, раз и все. И я пришел, и даже не стал с ними кушать ничего. Я отдал им карточку и сказал, я больше не хочу с вами даже разгадать. До свидания, идите отсюда. Все. Я остаюсь в служении, я остаюсь в церкви никаких. И на самом деле, вот из того, что вы упоминали, через два года, получается, вас пригласили возглавить международный отдел, да, и стать помощником епископа и так далее. И весь мир открылся. Да, весь мир открылся. И да, да. И ну как-то и авторитет, и понимание. Я встречался с кем, я только не встречался, как бы, ну, с крестьянских таких звезд, да. И Рик Уоррен, и Бенихин, мы сидели, кушали, да, задним столом. И в Рейхардабонке я жил дома три дня с супругой был. Мы так очень, не то что жил дома, а был дома, да, три дня и в офисе его, и дома, и в ресторанах. И мы там жили в гостинице, и завтракали вместе. Это такая привилегия и честь была с такими людьми, да, и там Лук Берн, это я тут же, там, или Лэри Стокстелл, да, и вот Фрэнк Домейзи, вот, мегазвезда, и, ну, другие разные, много всех даже перечислить, может, невозможно, но я всегда думаю, а вот кто я? Когда Витя говорит, а кто дом отца моего? А вот кто? А вот почему? Потому что береги Иисуса. Денег, может, и не было, как сказал мне папа, но береги Иисуса, сынок, у тебя все получится. Это было приятно для меня, да? Да. И вот межи мои прошли по прекрасным местам. И вот эти места, они тоже прекрасные. Пусть они тяжелые, пусть они убийственно тяжелые, пусть они такие, ну, непростые. Ты проходишь огромное сражение, чтобы, ну, остаться. Даже, даже и в другом, можно говорить о сражении, которые, вот как я сейчас говорю, а вот если ты после конференции приходишь в холл, и там подходят тебе люди, можно с вами хоть сфотографироваться? Можно с вами, может, одна женщина подходит, бабушка уже такая, можно хоть за руку прикоснуться? И ты такой, ух ты. Оказывается, я такой. Оказывается, вот эту, да. Идеал тебе говорит, да. Это тоже сражение? Да. Это огромное сражение. И ты должен внутри себя понимать, что ты должен быть смиренным, простым и доступным. А Диал тебе говорит, видишь, вот, как ценят тебя, видишь как. Скажите, вы видели в своей жизни историю, как человек вот не прошел испытания деньгами? Вот такое. Ой, я скажу, Виктория, что, наверное, ну, не только наверное, а то абсолютно точно, что пройти вот такие испытания, когда тебя хотят там убить, тебя хотят там где-то, ну, там предложат тебе деньги какие-то или что, то это вот, ну, полбеды, полсражения, можно я так скажу. А вот быть успешным уже, быть таким даже знаменитым, успешным и оставаться смиренным и сокрушенным, это намного большее сражение. То есть вот это все-таки медные трубы, да, слава, и вот в лёгкости, скажем так, хранить сердце, в пресыщенности где-то, да. Да, в пресыщенности даже какой-то, в ореоле какой-то славы, в успехе, потому что успех сразил многих, погубил многих. Испытание, может, сразило как-то, а не так, но успех сразил многих. Вот, да, я знаю одного человека, вот одного человека, может, ни одного даже знаю, но одного-то такая яркая, яркая такая история, она печальная очень и грустная история, когда человек достиг высокого уровня доверия, отношений и служения, уважения, авторитет, жизнь, и это выразилось или вылилось в доверие руководство, которое, как бы, там, переписало на него здание, доверило там примерно 3 миллиона долларов. Здание, которое оценивалось 3 миллиона. Да, это здание принадлежало объединение, да, но его на имя человека... А потом прошло немного времени, и это здание выросло в том цене в разы и в пределах 12 миллионов долларов. И так как человек почувствовал, что он может все, он берет это здание и продает, лишая церковь здания, лишая, миссию офиса и всего, и... Обманув доверие людей. Да, абсолютно, обманув доверие людей. И потом пытаются его там старшие братья вразуметь как-то, и он такой один старец, прекрасный, умной, уважаемый человек говорит, пожалуйста, брат, ты смирись. А ты кто такой? Ха-ха-ха-ха. Я вот вижу такой, как вот... А человек еще не понимал, что он уже упал, что... Да, сатанинский какой-то, да, сатанинский смех какой-то такой вот, все, уже он там. Да. И, ну, я там присутствовал в этой беседе, мы ушли оттуда ни с чем. Общение было разорвано. Общение было разорвано, он там раздавал книжечку такую, его личное размышление перед тем, как выйти на кафедру пастырской размышленности. Я ему эту книжечку вернул, потому что я посчитал это правильным и сказал, что ты для себя сначала почитай. Я перелистал, пока в ходе беседы. Я дал ему обратно, потому что я увидел, что все. И да, прошло немного времени. Там все страдали, переживали, что деньги такие и все прочее. Эти деньги собраны тоже по жертвования верующих и так далее. Это уже серьезный вопрос очень. И все, и какой-то месяц, какой-то период небольшой прошел. Он был, жена, дети. Он молодой достаточно. Да, он был, знаешь, что молодой, может, 40-45, наверное, лет. И зашел с ума. Вот так сидел, как раз пеной и зашел. Упал, пришла скорая, забрали его, значит, в эту психическую больницу. И там где-то он умер. Жена возвратила все. Люди уехала где-то в Америку, жизнь с детьми. И вот такая грустная история. Казалось бы, ты получила все. Вот это то, что Иисус говорил, да? Да. Горе тому, кто приобретет весь мир, а душу свою погубит. А душу свою погубит. Вот это очень грустно. И вот меня вдохновляет всегда история этой женщины, вдовы, которая с двумя детьми осталась, помнишь, из четвертой книги царств. Когда она пришла взаимодравить, спросить детей, забрать за долги. И она пришла к пророку Божьему. И пророк Господень сказал ей, что делать. И она вот налила масло в сосуды. Уже все, вот все у нее полный дом масла с сосудами. И она уже сама знает, что делать. Их можно продать. Можно приобрести хорошую прибыль и распорядиться так, как я хочу и считаю нужным. Но у меня вдохновляет всегда и благословит. У меня есть целая проповедь на эту тему. Уже когда есть успех, когда уже есть прибыль в доме, когда сосуды в доме полные масла, она закрывает дом сосудами полными маслами. То есть я считаю уровень успеха. И идет к пророку Божьему, говорит, все произошло так, как Господь сказал. Что мне теперь с этим делать? Продолжают спрашивать Бога. Да. Продолжают руководствоваться Духом Святым. Продолжают смиренно, абсолютно следовать самому главному. Господь, ты дал, помоги мне правильно управлять. Правильно распорядиться, чтобы этот успех не задавил меня. Чтобы я осталась действительно верной тебе. И жила, и жили мои дети. И пророку сказал, иди продай, и дальше будешь жить ты со своими детьми. Отдай долги все и живи спокойно. Вот это формула Духа Святого. Вау, чудесно. И спасибо вам большое за потрясающую историю жизни, за этот личный разговор. Я уверена, что там еще множество удивительных приключений, которые мы сейчас не смогли услышать. Но дай Бог, вы поделитесь ими. И это действительно наследие. Наследие. Да, я очень счастлив. Наследие, которое у вас никто не может забрать. Ни моль, ни ржавчина. Ни миллионы. Да, да, ни инфляция, ни что. Наоборот, оно приумножается. И ваши дети, и ваши потомки благословлены до тысячного колена. Друзья, и мы желаем каждому, чтобы вы просто назидались из этих настоящих житейских историй, которые разворачивались на протяжении лет. Удивительных встреч, удивительных испытаний. Смотрите, кстати, нашу первую программу. Там потрясающий рассказ тоже, как формировалась эта жизнь, убеждения, эти принципы. Будьте благословены. Редактор субтитров А.Семкин